Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 10 октября 2019 года. Свежий материал по старой теме. Пару лет назад в Фейсбуке была заметка о раскопе на Таганке. Были открыты арочные своды. Напротив театра на Таганке, на внешней стороне Садового кольца, строят очередной офисно-торговый центр. Сегодня жительница района по имени Полина шла мимо стройки и сделала этот снимок. Это разбуженная экскаваторами древняя застройка Таганской площади. Когда-то на этом месте находились жилые дома и многочисленные торговые ряды. Почему-то кажется, что застройщик вряд ли обратится по этому поводу к археологам, чтобы те приехали и исследовали открывшиеся постройки. Ну, тогда возьмем это на себя. Как обычно, помогите распространить, пока это все по-тихому не уничтожили за высоким глухим забором. Мне эту заметку прислали, было много репостов, резонанс прошел, но ничего не спасло, никакие археологи, ничего не спасло, эти арочные своды. Илья Герасимов съездил, заснял атероскоп и сделал два фильма. «Арочные своды закрыли полиэтиленом и сказали, что никакой архитектурной ценности и культурного наследия они не несут. По всей видимости, являются складами-подвалами купеческих зданий, которые были над ними и усе». Это сказал главный архитектор. Главный археолог. Но суть не меняет. И буквально вчера мне прислали новое параскопо на Таганке. Это где-то рядом с этим местом. Автор Ирина С. Давайте посмотрим. Итак, дорогие друзья, я в прошлый раз, скажем так, лоханулась. И когда 13 сентября сняла очень глубокий потлован с эскалаторами, я просто не сняла место, где это было. Сейчас я специально-экапиционер на Таганке. Поскольку плохо слышно, я скажу, что Ирина пошла искать это место, которое она видела, что есть большой раскоп. Я ее попросила заснять это, где она это видела. Вот она идет по Таганке. и сейчас она подойдет к этому месту. Все-таки я передаю покажу сейчас, что у меня получилось еще, что у меня типа очень молодой. Сейчас найду еще одну щелочку. Хотела проводить, провести съемку с другой стороны. Ко мне подошел интересный мужчина и попросил не снимать. Когда я спросила, что уже здесь строится, он сказал, что когда будет нужно, тогда все узнаете. Итак, снимать охранники не разрешают, хотя не имеют право, не знают законы Конституции РФ. То есть они превышают свои полномочия и слишком уж выслуживаются перед своими хозяевами, капиталистами, которым наше культурное наследие, как Дальфа Центавры. Главное извлечение прибыли. Быстрее залить бетоном. Забор очень глухой, но есть несколько щелок, которые удалось заснять. И это огромная глубина. Это более глубокий раскоп, нежели был в предыдущем раскопе и то, что показал Илья Герасимов. И там, внизу, на этой огромной глубине, как сказала Ирина, приблизительно 25-30 метров, есть кирпичная кладка. И частокола деревянные, они, по всей видимости, тоже были под землей. Там, Ирина говорит, на той глубине она видела арку, и арки, и кирпичные кладки. Очень быстро все залили бетоном. Буквально два дня, и все уже, бетон стоит. Все, все закрыли. Уже абсолютно нету тех раскопок вещей, которые у нас были. Раскопанных уже не видно ни арку, не видно кладку. Все уже залитом бетоном. Видите, реально забор очень плотный. Сейчас действительно, обратите внимание, ставят настолько плотные заборы, плюс делают козырьки, якобы предохраняющие от дождя. На самом деле это небольшие козырьки, но они не дадут никакому блогеру залезть или подняться, приподняться и заснять, что там снимают. Они это делают специально. Я уже с этим сталкивалась. Итак, там внизу были арки, и была кирпичная стена. Такие же арки, которые есть и в других местах, в других городах, и вообще по всему миру. Сейчас мы посмотрим немного. Стрелкой на фото показано, где была кирпичная стена. Говорят, что визуально было видно лучше, нежели на фото. Фото приходится увеличивать, поэтому размытие происходит большое. А на видео мы видим уже, что все закрыто бетоном. Эти арки, кирпичные своды, они были под деревянными настилами, вот этим плотным забором. Возможно, это был фундамент подо что-то, когда забивали сваи вот так вот плотно. Эти сваи упирались еще в более древние стены кирпичные. Так получается. Это вот то, что на Таганке. Но по большому счету, она вся Москва такая. Таких арочных сводов и кирпичных стен на глубине при раскопах обнаруживают много по Москве. При раскопках Манежной площади, Красной площади, при строительстве ЦУМа, перестройке ЦУМа. А на Манежной площади арки древние похожи на арки современные. То есть арочная конструкция – это наиболее удобная в техническом вещи, наиболее надежная с точки зрения сапрамата, с точки зрения несущих конструкций. Арка – самая лучшая конструкция. Арки в Риме, об этом множество материала в интернете. Арки в Манхэттене, откапывают в Армении. По Армении посмотрим сюжет. Армения. Вот такая статья тут была год назад, по-моему. А датировка 2003 года по всему периметру площади Республики начались восстановительные строительные работы. После того, как верхний слой асфальта был удален, перед взором строителей предстали остатки каменных стен, плитки из черного и красного туфа, черепицы, куски глиняных кувшинов, глиняные водопроводные трубы. Глиняные водопроводные трубы встречаются в подземелье во многих местах. Например, в Крыму, там они сплошь и рядом. И вот такие же арки, как и везде, как в Москве, например. Кирпичные арки. Кирпичные своды арочные. Обнаруженные нами территории были засыпаны землей, песком, а между тем эти строения представляют важную эпоху градостроительного искусства, практически не изученную нами. Конечно, не изученную, потому что не только здесь не песок и земля. Здесь селевой какой-то в перемешку. Перемешку, сель. Вот здесь он виден. Здесь и камни, и земля, и чего здесь только не было. И все это забито в арках. Какой-то катаклизм здесь прошел, о котором историки не знают, потому что они даже не подозревают о тех находках, которые открылись их взору при строительстве этой площади. Вот была площадь разравнена, а под ней оказались останки, остатки каких-то строений кирпичных. По всей видимости, эта площадь была застроена, то есть она не была площадью, а была городом. А в результате чего-то она стала равниной, то есть все было уничтожено. И об этом люди в Армении, археологи, историки, ничего не знают, это говорит о том, что они не знакомы с историей этого места, и они новые люди. На какой-то момент у них нет связи с прошлым, кто бы сказал, что здесь было. И так повсеместно есть вот этот исторический прогал. Наверное, существует кто-то, некто, который вполне себе в курсе, что здесь происходило. Но от населения, в том числе и от историков-археологов, это скрыто. Они должны действовать в рамках строго официальной истории, иначе им будет а-та-та. Высота приличная. Вот там уровень, нулевой уровень. Окна, по всей видимости. Вот на какой глубине это все было. И бутовый камень. Есть версия, что эти арки могли быть туннелями, железной дорогой для передвижения грузов и людей. Возьмем этот кусочек, переведем. Второй пневматический железнодорожный тоннель. Когда началась работа над первой пневматической железной дорогой в 1863 году, строительство фактически началось одновременно на более крупной узкоколейной линии, параллельной паре туннеля. Один для движения вверх, другой вниз, от Юстона до Холлборна. Прямые части туннеля были построены из чугунных секций длиной 9 футов, похожих по профилю, но больше, чем первая труба, а изгибы были построены из кирпича. Паровая электростанция располагалась на центральной станции Холлборне. Итак, конечно, что сегодня записано, что все это впервые сделано, открыто на Западе. Интересна также дата 1863 год. Рубежная дата, когда пытаются восстановить старые технологии, которые были утрачены. После 1860-х годов. Как правило, все датировки отсюда начинают. Кстати, на этом фото можно посмотреть, что тоннельчик-то уже был сделан. Его, по всей видимости, откапывают просто. Это вот то, что есть на этом сайте. Вот такие невысокие по диаметру тоннели. Ну, похожие арки. Пневматическая железная дорога. Как вариант, все проверяем. Пневматическая железная дорога, железная дорога, подвижной состав, который приводится в движение энергии сжатого или разреженного воздуха. В настоящее время по технологическим и экономическим причинам эта идея не нашла широкого применения на железных дорогах. Однако в истории известны случаи более или менее успешной эксплуатации данного вида транспорта. Ну, в общем, какой-то вид транспорта имелся. Такая она была. Нажата. Может быть, это было что-то более продуктивное, чем сегодня. Сегодня могли и не додуматься до тех технологий, которые были допотопны, до Глениного потопа, до вот этих всех войн, когда все было разрушено в этой цивилизации. Но что есть, то есть. Что они нам тут пишут по истории. Идейным вдохновителем концепции пневматического транспорта считается английский инженер Джордж Мэдхерст в начале XIX века. Ну, кто же еще, естественно. Предложивший проект железной дороги, на которой поезд приводился бы в движение за счет энергии сжатого воздуха. Между рельсами располагалось разместить трубу, имеющую специальный разрез верхней части по всей ее длине. В трубе должен был находиться поршень, соединенный через разрез с вагоном-тележкой. Нагнетание в трубу воздуха приводило бы поршень, а следовательный вагон в движение. Разрез в трубе закрывал специальный клапан-затвор. Первая модель подобной дороги была построена в 1834 году американцем Генри Пинкасом. Мы видим эти арочные своды, которые могли быть какой-то железной дорогой, туннелями под железной дороги, на каком принципе они действовали, надо будет сто раз проверять, это еще все выяснится, они по всему миру. Кто первый был, совершенно неизвестно, каков был мир, но эти туннели, они наблюдаются по всему миру. Вряд ли это были просто типа складские помещения, скорее всего, это что-то было более функциональное, похожее именно на туннельные, железные дороги, которые могли передвигать как товары, так и людей. На каком принципе это действовало сегодня, пока точно я не могу сказать. Возможно, что наши исследователи, народные следопыты, они, может быть, уже и дальше продвинулись в этой теме, я просто не в курсе по этим технологиям. Я думаю, что наши мальчуковые, мальчики, они все это знают и уже, наверное, раскопали более подробно. Итак, какие выводы можно сделать из всего этого? Похожие арочные конструкции под землей находятся по всему миру. Возможно, это действительно тоннели, которые соединены по всему миру. Ни археологи, ни историки понятия не имеют, на что они наткнутся при очередном раскопе. Они не знают назначения, гадают, предполагают. И под таким соусом это цедится сквозь зубы населению и некоторым особо ретивым любопытным товарищам, типа нас. Это значит, что ни археологи, ни историки ничего толком не знают и объяснить не могут. Беспомощны перед случайно обнажившимися фактами и первое, что им всем приходит в голову, быстрее закопать и залить бетоном, навеки похоронив этот уникальный культурный слой. И еще вывод, который неоднократно звучит на всех исследовательских, адекватных форумах, что все находки похожи или одинаковы по всему миру технологии, все это засыпано, завалено, где селевыми массами, где чистой глиной и песком. И все это не далее середины 19 века. Первые картинки, первые картинки по мневмодороге пневмодороги датируются 1863 годом, что и требовалось доказать. Опять эти рубежные даты 1860-е, после которых начинается новая история нашего мира и длится по сей день. Кстати, на этом фото сохранился дом, в котором в 90-е годы, в начале 90-х был ресторан, в котором я начинала свою певческую карьеру, что называется. Так вот, этот ресторан находился в подвалах, и там были огромные сводчатые перекрытия. Это я свидетельствую, потому что я сама там работала, знаю изнутри. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всех вам благ! Ну и пока я монтировала видео, уже все записала и концовку сделала, мне попадается на глаза статья в Дзене. Нашли мини-железную дорогу под землей. Еще, почему об этом говорю, потому что нашли ее в Нижнем Новгороде. Вот парень, который нашел эту мини-железную дорогу, узкоколейку. Вот, пожалуйста, такая же арочка, которую я только что в фильме говорила. Штольни. Вот он у них проходит. И дальше я обнаружил в этой заброшенной штольне пути узкоколейной дороги. Под данной узкоколейке ходила вагонетка, которая привозила строительный материал в штольню и вывозила оттуда грунт. Так что вот еще один конкретный пример прямо по ходу, прямо вот-вот-вот. Свеженький. Так что эти арки могли быть входами в такие штольни, по которым ходили вагонетки, да и мало ли еще, что там ходило. Продолжение следует...